Мастера и мастерицы со всего района готовятся принять участие в фестивале декоративно-прикладного творчества «Радуга-ремесел». О мероприятиях на выходных и праздниках в районном центре и за его пределами сегодня в рубрике «Телеафиша». Содержание и ремонт дорог, отдых населения на водных объектах – эти и другие вопросы прозвучали на очередной планерке. Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск студии Анны Смирнова и обо всем по порядку. На еженедельном совещании глав поселений прозвучало несколько актуальных вопросов, в их числе проведение профилактических мероприятий в летний период, направленных на снижение правонарушений среди несовершеннолетних, ремонт и содержание дорог, а также организация отдыха граждан на воде. Подробнее об этих и других темах в материале Евгения Шамренко. Татьяна Третьевна, вот я, знаете, работа глав всегда, говорю, очень сложная. Она такая, ну, они как форт-пост такой стоят на границе населения и власти там вышестоящие, снимают основные такие проблемные вопросы, находят решения. В начале еженедельного совещания глав поселений приятный момент. Владимир Корнаухов поздравил с днем рождения главу Манзинской администрации и пожелал успешной работы, а главное терпения, ведь в работе главы немало трудностей и проблем. Далее по повестке информация об оперативной обстановке в районе за минувшую неделю. 3 июня с 19 часов до 23 часов на урочище Абакана аварийное отключение электроэнергии упали две опоры линии электропередач. Объекты ЖКХ за предыдущие недели в нормальном режиме работали. Дополнение к докладу внес начальник узла связи. Произошел очередной порыв телефонного кабеля в Таежном. 200 абонентов остались без связи. До этого в Чунаяре был порыв стекловолоконной линии. Лето-период земельных работ и такие ситуации нередки. Лесные пожары. С начала года произошел 41 пожар на площади почти 2000 гектаров. На отчетной неделе зарегистрировано еще 9 новых. В Чунаяре, Гремучем, Пинчуге огонь вошел в 10-ти километровую зону поселков. На данный момент действует 4 пожара на площади 600 гектаров. Цифра эта меняется каждый день. Далее о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По данным на 1 июля в районе, в социально опасном положении находится 228 детей. Из них 62 подростка правонарушителя. Остальные дети, чьи родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Из представленных документов комиссию по делам несовершеннолетних, защите их прав, хочется сделать вывод о том, что геки, как правонарушители, и геки, родители которых ненадлежащим образом исполняют ракетические обязанности, не вовлечены в летнюю занятость. То есть поступают документы, в которых прописано, будет находиться с мамой, будет находиться с папой дома и так далее. То есть у нас получается, что летняя занятость геки вообще никаким образом ее нет. Главам рекомендовано внимательнее отнестись к занятости детей в летний период, в том числе и трудовой. На территории района продолжается ремонт дорог. Хотел бы отметить, скажем, не только содержание. Вообще содержание идет в текущем режиме. Вопросы, которые возникают, они в рабочем порядке решаются. Значит, по поводу целевых работ, то есть дополнительных денежных средств. Значит, за апрель-май было выполнено объект целевки на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Отсыпана дорога была в Багучан и Ходинск с нулевого по 6-й километр, 5 сантиметров слоем, щебной фракцией на 30. Значит, работа выполнена в полном объеме. Также была целевочка дополнительная на май месяц, переустановка блоков, подъезд к станции корабла. Тоже выполнили в полном объеме. Внутрипоселковые дорожные работы также идут активно. В Шиперске в Пичуге заключены договора, а в Багучанах идет ямочный ремонт по направлению микро-юн геофизики. Затем дорожники перейдут на улицу Ленина. Совсем скоро начнется сезон купания, и главам предстоит оборудовать, если возможно, пляжи. Если нет, то поставить нужные знаки о запрете. Значит, какими документами мы руководствуемся всегда при организации мест отдыха на воде? Это, первое, приказ Министерства по чрезвычайной ситуации номер 501, и второе, это постановление Совета администрации Красноярского края номер 189-П. В этих двух документах как раз все расписано, как должны быть организованы места для купания. Главам предстоит составить списки мест, где можно купаться и выполнить эту работу до начала сезона купания. В заключении планерки прозвучала информация о самом красивом празднике года проведении районного конкурса «Мисс Ангара». Евгения Шамринка, Александр Черкашин, телекомпания «Свиктор Бугучад». Внимание, лесные пожары. Сухая и жаркая погода способствуют распространению огня в лесу. Ежегодно фиксируются все новые пожары. В районе действует режим повышенной готовности. Будьте осторожны с огнем, не разводите костров и относитесь бережно к лесным насаждениям. В первый день недели отмечался День социального работника. В районном Доме культуры прошло торжество по этому случаю. Были отмечены лучшие работники социальной сферы. Они получили благодарственные письма. В адрес социальных работников звучало много поздравлений от руководства района и администрации. Работники культуры подготовили праздничный концерт. Для социальных работников Российской Федерации был официально учрежден профессиональный праздник, который стал свидетельством признания значенности труда тех, кто работает в сфере социальной защиты населения. В сфере социальной защиты района работает более 200 человек. В День профессионального праздника в районном Доме культуры в их честь звучало много поздравлений, пожеланий и трогательных песен. Поздравил с праздником и поблагодарил за труд всех сотрудников Владимир Корнаухов. Я хочу вас всех благодарить за вашу работу, за то, что вы с позитивом, с нормальным, благожелательно смотрите на своих клиентов, что вы стараетесь оказать им содействие. Мы знаем, что непонаслужки, что эта работа сложная, не всегда она, скажем так, оценивается нормально нашими гражданами. У них очень много к нам претензий, требований. Но, тем не менее, давайте вместе с вами делать их жизнь более комфортной, более такой гладкой, без всяческих проблем. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма за добросовестный труд. Глядя на нее, невольно понимаешь, что жить ради людей, приносить им радость своим вниманием, постоянной заботой и добротой – это Божий дар, с которым человек рождается. От имени главы Бабучанского района, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Александра Вадимовича Бахтина и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника. Социальный работник – это не профессия, это призвание. Вы своим трудом, чутким отношением к людям помогаете тем, кто нуждается в помощи и защите. Задача сотрудников социальной защиты населения – оказать помощь тем, кто оказался незащищенным в самой трудной ситуации. Эта работа требует огромного терпения и душевной доброты. В наш профессиональный праздник хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд, за ваш ненормированный день, который никак не хочет укладываться в отведенные ему часы, за ваше милосердие и самоотдачу. Люди, которым вы оказываете помощь, благодарны вам. И пусть эта благодарность делает светлее и теплее и вашу личную жизнь. Многие работники социальной сферы праздник отмечают на рабочих местах. Им благодарственные письма и цветы передадут коллеги, а также те положительные эмоции, что получили на праздничной программе. Евгения Шамренко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», Богучаны. Отгремели празднования Великого Дня Победы. Подготовка и проведение праздника были ярким периодом в жизни целой страны. Вспоминали погибших в боях, чествовали героев, доживших до наших дней. Жизнь продолжается. Настал момент отдать должное памяти тех ветеранов, чьи могилы оказались забыты и неухожены. Родственники одних переехали, другим навести порядок непосредством или здоровье не позволяет. Чтобы исправить ситуацию, объявлена акция по восстановлению могил ветеранов. Совместно ее проведут районный совет ветеранов и общество с ограниченной ответственностью «Ритуал». Совместно с обществом, ограниченной ответственностью «Ритуал» нам хотелось бы эти могилы привести в порядок. Мы просим вас сообщить нам в районный совет ветеранов по телефону 2-22-8-11 или написать в письменном виде фамилии, имя, отчество тех солдат, которые захоронены, и о них теперь никто не знает. Подавать можно по телефону или написать в газету «Ангарская правда» или на районный совет ветеранов. Это наши солдаты. Они защищали нашу Родину. Несмотря на то, что День Победы остался позади, память важна для каждого героя, который сражался за свободу и независимость нашей Родины. Мы продолжаем наш совместный проект с управлением образования «Спасибо Деду за Победу», где дети рассказывают о своих дедах и прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне. Я Масур Анастасия, ученица 4-го класса Октябрьской школы. Мой прадед Масур Анастасий Маркович родился в 1923 году в обычной крестьянской семье, где было много детей. Окончил 7 классов, на войну пошел в 1942 году, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Польшу, Украину, Чехословакию, был ранен в ногу, имел боевые награды. Орден Красной Звезды за освобождение Праги, медаль за освобождение Польши. Прадед Аня Полин, но мне много о нем рассказывал мой дед. Спасибо Деду за Победу! Далее реклама, не переключайтесь, вернемся через несколько минут. Уважаемые жители Багучан и гости нашего села! 12 июня в 15.00 состоится футбольный матч первенства Красноярского края по футболу среди любительских команд Восточной зоны. На стадионе Ангара в футбольной баталии встретится команда «Партизан» из партизанского района с нашей командой «Ангара». Приглашаем всех любителей футбола и болельщиков. Болеем за наших! Магазин «Наш Дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давида мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М, телефон 333-50. Мы ждем вас. Милая моя, солнышко лесное, лес покрыт огнем, что тому винову. Основной причиной лесных пожаров является человек. Будьте внимательны при обращении с огнем в лесу. Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Ювелирный магазин «Черный алмаз» радует своих покупателей постоянно действующими скидками. Молодоженам, пенсионерам и на день рождения минус 20% с покупки. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка 10%. И это еще не все. Кредит, рассрочка, дисконтные карты, подарочные сертификаты различного номинала, а также расчет банковскими картами. Наши клиенты нам дороги. Радуга «Ремесел» под таким названием в сельском доме культуры микрорайона геофизиков пройдет районный фестиваль декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Это совместное мероприятие с районным домом культуры «Янтарь». Фестиваль состоится 14 июня в 12 часов, а пока идет подготовка к большому празднику творчества. Мастера и мастерицы готовятся к большому событию, и с некоторыми из них мы встретились накануне фестиваля. Подробности в сюжете Евгения Шамренко. Древняя техника из нашей глубокой старины. Раньше же не было магазинов, там всяких кукол не продавали. И вот женщины, бабушки делали своим внучкам и детям вот таких вот кукол. Из лоскутков, которые валялись, без единой иголки, без ниток, без всего. Александра Белобородова поделилась с нами знаниями о лоскутной технике. Она увлеклась ей сама и охотно делится секретами мастерства. Ее руками уже создана целая коллекция кукол, выполненных в этой технике. Эту книгу мне подарила дочка много-много лет назад. Сначала мы делали эти куклы дома, с внуками. Каждый разобрал себе, этот понравился. Одна кукла, вторая, третья. А потом мне почему-то это тоже понравилось очень. И я начала делать эти куклы, дарить всем. Куклы нашей глубокой старины, наших бабушек. Лоскуты, которых немало у каждой хозяйки. Нитки, кружева, тесьма и, главное, фантазия. А также немного старания, и одна за другой получаются удивительные куклы. Они все разные. Пеленашка, бабочка, зайчик, голышок, веснянка, кормилица. Кукла-мальчик называется куклак. Раньше к таким куклам было особое отношение. Их хранили в специальных сундуках и оберегали. Дети обожают этих кукол и любят с ними играть. Посмотреть, как делаются они, научиться этому и приобрести себе ту, что понравится, можно на фестивале «Радуга ремесел». Светлана Воронкевич, известная в Богучанах мастерица и педагог Центра дополнительного образования детей, также готовится принять участие в фестивале. Она проведет мастер-классы и представит на выставку ярмарку свои работы и своих учениц. Это здорово, что мы можем собраться все вместе. Второй год будет проходить. Повстречаемся, надеюсь. Это нужно, чтобы люди видели в глаза мастеров. У нас очень много мастеров, поэтому это очень здорово, что мы собираемся. Мастер-класс я буду проводить из яичных ячеек розы. Делай, попросили у меня. Сама представлять буду чердачную игрушку. И плюс добавок из искусственных цветов небольшие кибаны работы. Большая коллекция чердачных игрушек будет представлена на выставке. Видно, как вырос уровень мастериц. Игрушки меняют форму и расцветают яркими красками. Все это и многое другое можно будет увидеть на районном фестивале декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, который состоится 14 июня. В Доме культуры и геофизиков в 12 часов приглашаются все желающие. Будет интересно. Евгения Шамринко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр» Богучаны. Работа школьных площадок в самом разгаре для детворы – это одно из популярных мест отдыха во время летних каникул. Педагоги и вожатые стараются сделать это время насыщенным и интересным. Для детей проводятся игры на свежем воздухе, различные мероприятия, походы и экскурсии. Ребята с удовольствием принимают участие в выставках рисунков, в организации которых помогают специалисты Центра дополнительного образования. Сегодня ребята готовились к предстоящему празднику – Дню России. Своими рисунками детвора планировала украсить пришкольную территорию. Ежедневно на каждой из школьных площадок оздоравливаются и проводят досуг десятки школьников от 7 до 15 лет. В этом году у нас сезон начался немного ранее. 30 мая мы уже открыли летний оздоровительный лагерь. В лагере у нас в этом году 75 детей задействовано. Задействованы дети не только первых-четвертых классов, но также старшеклассники. Привлечены вожатые в помощь учителя. Посещаем библиотеки, музеи, сотрудничаем с другими школами. То есть в этом году мы проводим такой опыт, что в дни, когда у нас ЕГЭ, мы посещаем вторую школу. Вторая школа приходит в гости к нам, когда у них экзамены. Приемственный такой опыт. 12 июня наша страна отметит важный государственный праздник – День России. Это один из самых молодых праздников. И до 2002 года эта дата именовалась как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа начался отсчет новой истории. 12 июня помимо независимости Россия обрела первого президента. В 1991 году в этот день состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы. Тогда главой государства был избран Борис Ельцин. В День России по всей стране пройдет множество торжественных мероприятий и концертов. Праздничная программа ожидается и в районном центре. Много интересных мероприятий пройдет на этих выходных в поселках района. Подробнее о предстоящих событиях расскажет наша постоянная рубрика «Телеафиша». 12 июня в районном доме культуры «Янтарь» состоится благотворительный концерт для жителей района. Концерт пройдет с участием студента Красноярской академии музыки и театра нашего земляка Севастьяна Мартынюк. Вход по пригласительным. Также в День России на площади Дома культуры будут работать детские аттракционы. Организаторы проведут праздничные акции с запуском воздушных шаров и многое другое. Начнется действие в 10.00. 12 июня в 15.00 на стадионе «Ангара» состоится футбольный матч первенства Красноярского края среди любительских команд. На футбольной площадке будут состязаться команда «Партизан» из краевого центра и наша команда «Ангара». Добро пожаловать всем любителям самого популярного вида спорта, а также болельщикам. В субботу 13 июня Дом культуры поселка Гремучий отметит свой 40-летний юбилей. Торжественное событие пройдет в праздничной атмосфере и будет сопровождаться большим концертом. Начало в 14.00. А вот днем позже, в воскресенье, 14 июня, 40-летний юбилей отпразднует Сельский Дом культуры поселка Красногорьевский. Начало в 14.00. Приглашаются все желающие. 14 июня, в воскресенье, Сельский Дом культуры микрорайона геофизиков села Богучаны приглашает на районный фестиваль декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Радуга-ремесел». В программе фестиваля выставка продажа предметов рукоделия, мастер-классы от умельцев со всего района, а также большой концерт. Приглашаются все желающие. Начало ровно в полдень в 12.00. Приятных выходных. 7 июня в поселке Чунояр состоялся районный конкурс красоты «Маленькая фея». Каждый год в шоу участвуют маленькие красавицы из разных поселков района. В этот раз в борьбе за первое место из звания «Маленькой феи» одержала победа участница из микрорайона геофизиков. В очередной раз конкурс красоты «Маленькая фея» прошел успешно. Зрители увидели насыщенную программу. Участницы боролись достойно, однако победа, как и задумано, досталась одной. Сердца зрителей и судей покорила конкурсантка из микрорайона геофизиков села Богучаны. «Что такое Родина? Это то, что я произношу гордостью. Это моя страна, это моя Россия». Девочка покорила зрителей своей открытостью и обаянием. Активная и общительная в школе, внимательная, добрая. Учителя знают в ней только положительные качества. «У Кати Кридяшева заняла такое призовое место. Мне очень приятно. Так как Катя, она еще моя ученица, она закончила первый класс. Это очень активная, творческая девочка. На переменах она у нас показывает концерты. Дети все ее слушают, хлопают, смотрят на нее. Она участвовала уже в исследовательской работе, тоже заняла призовое место». Сейчас Катя занята на школьной площадке. Ее свободное время посвящено отдыху от учебы и общению со сверстниками. Вспоминая про конкурс, говорит, что совсем не волновалась. «Мне понравилось, когда мы танцевали танцы». «Какие танцы вы танцевали?» «Мы танцевали стиляги». «Что тебе помогло? Как ты думаешь?» «Я думаю, потому что я улыбалась». Катя старается участвовать во всех мероприятиях. Учителя давно заметили в ребенке стремление к творчеству и общению. Педагоги считают, что у маленькой красавицы есть все данные, чтобы стать лидером в будущем. Ну а пока самая заветная мечта Кати – это отдых на море. Анна Смирнова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». В городе Красноярске прошел фестиваль сибирских народов. Главными участниками большого мероприятия стали студенты. О том, как они знакомились с национальными праздниками и особенностями культуры других народов, расскажут наши коллеги от Ассоциации телепроизводителей Красноярского края Енисей ТВ. Якутский хоровод стал одним из самых ярких моментов открытия фестиваля сибирских народов в Красноярске. Вместе с якутами, взявшись за руки, танцуют, двигаются в одном темпе и подпевают хакасы и буряты. Главные участники – студенты. Для них фестиваль – отличная возможность познакомиться с культурой других народов. Видите, опять же, у нас это Сибирь, Саха-Якотия далеко, Саха-Якотия – в другой стороне юга, буряты – на востоке, можно сказать. Конечно, всегда бывает, друг к другу гости ездим, но все равно мы всегда близкие друг к другу народы. Ценить и гордиться своей культурой, уважать и понимать традиции соседей, быть открытыми для традиций других народов, проживающих на одной территории. Эти цели, как и неприятие экстремизма – одни из основных, которые ставят перед собой фестиваль. Мы прекрасно понимаем, что единство российской нации можно и пытаются из-за рубежа поссорить с тем, чтобы расколоть нашу государство. И вот в этом плане, конечно же, молодежь должна иметь представление, что это такое, и какие наиболее важные задачи и проблемы стоят перед нею, чтобы решить главную цель, а именно сохранить на нашей общей земле мир и согласие между народами. На фестивале национальной диаспоры знакомили гостей со своими традициями и летними национальными праздниками. Дикуты отмечали Новый год, Иссиах, Буряты – Сур-Харбан, Хакасы – Тун-Пайрам, праздник Первого Айрана. Границы мировоззрения очень расширяются с моментом того, когда ты узнаешь, что помимо русских существуют еще другие национальности, другие культуры, другое мировоззрение, восприятие. И также прекрасно, эта красота действительно открывается с другой стороны. И чем чаще мы будем показывать эту красоту, другие национальности, тем мы будем ближе друг к другу. И как мы знаем, человек имеет неприязнь к тому, о чем он не знает. Фестиваль объединил сибирские народы не только в танце, но и в спорте. И пусть состязания были не совсем схожи с национальными, азарта они вызвали не меньше. У каждой национальности свой темперамент, и в каком-то конкурсе он помогает, в каком-то мешает, вот благодаря тому, что они смешаны, такой баланс и гармония в команде. Также слаженно, как и в спортивных состязаниях, национальные команды решали и серьезные задачи. Вместе разрабатывали проекты по этно-культурному развитию и межнациональному общению. Лучшие студенческие проекты, появившиеся на фестивале сибирских народов, будут реализованы на краевом уровне. Эльвира Ефимова, Вадим Кравченко, Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края, Енисей ТВ. 11 июня в 12.00 районная администрация приглашает жителей села принять активное участие в Большом субботнике в целях облагораживания районного центра. Это была последняя информация на сегодня. Всего доброго. До встречи. Уважаемые жители Багучан и гости нашего села! 12 июня в 15.00 состоится футбольный матч первенства Красноярского края по футболу среди любительских команд Восточной зоны. На стадионе Ангара в футбольной баталии встретится команда «Партизан» из Партизанского района с нашей командой Ангара. Приглашаем всех любителей футбола и болельщиков. Болеем за наших! Ювелирный магазин «Черный алмаз» радует своих покупателей постоянно действующими скидками. Молодоженам, пенсионерам и на день рождения минус 20% с покупки. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка 10%. И это еще не все. Кредит, рассрочка, дисконтные карты, подарочные сертификаты различного номинала, а также расчет банковскими картами. Наши клиенты нам дороги! Восемь из десяти пожаров в лесу происходят по вине человека. Здравствуйте! Здравствуйте! Что беспокоит? Посмотрите на палец, покажите язык. Доктор, мне бы заболеть, больничный бы получить. Липовый, значит. Ну да. 327-я статья Уголовного кодекса, значит. Да ну. А давайте-ка мы вам что-нибудь сломаем. За Липовый больничный последует ответственность по закону. Фонд социального страхования контролирует точность и своевременность выполнения государственной гарантии в области социального страхования. Актуально. Оперативно. Объективно. Качественно. О людях и для людей. Фелекомпания «Спектр Богучаны». 25 лет в эфире. Магазин «Наш дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давида мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М. Телефон 333-50. Мы ждем вас. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова